Счастья, счастья, счастья вам! И счастливый приветик! Почему детальные, подробные рассказы о себе, о своей жизни, о своём здоровье, о своих детях, о своих близких, почему вот эти детальные и подробные рассказы портят отношения? Именно портят отношения. И надо ли рассказывать о себе подробно, о своей личной жизни, о своих близких и своём окружении? Почему кто-то более открыт, кто-то менее? Вот такая тема. Стоит ли подробно рассказывать и нужно ли подробно рассказывать о своей личной жизни и о себе? Возьмём на примере кто-то какие-то подробности в очень деталях. Рассказывает о... об отношении с мужчинами. И даже когда рассказывая подробно в деталях об отношении с мужчинами, то всё равно складывается общая картина, потому что в основном модель поведения с мужчинами в основном одинаковая. Ну, в деталях что-то расходится, но в основном одинаково ты себя ведёшь, свой стиль поведения. И поэтому, когда ты излагаешь и рассказываешь, как у тебя были одни отношения, другие отношения, третьи отношения, всё равно они завязаны на чём-то одном. То, что повторяет твою модель поведения. Подробности, о которых ты рассказываешь, о которых ты близко пускаешь в свою жизнь, эти подробности кого-то раздражают, кого-то себя напоминают, кого-то злят, кого-то вызывают чувства, обиды, потому что вспоминаешь своё. Когда ты рассказываешь подробности своих личных отношений, ты упускаешь одну очень важную эмоцию. Всё, о чём человек рассказывает, вызывает разный тип эмоций. Но самый большой урон, который он наносит самому себе, он даже не замечает вот такой тип своего поведения. Человек не замечает, мужчина или женщина, что внутри твоя энергия становится рыхлой. вот твоё личное имеет форму, и эта форма энергии, она закрытая, она твоя личная. Когда ты о ней много говоришь, рассказываешь в подробностях, то вот эта плотность энергии, она становится рыхлой. ты рассказал, ты поделился, ты высказал, и как будто ты думаешь, тебе стало легче, лучше, или как будто бы ты освободился. Нет, ты рыхлость создал, плотность твоего личного, которая закрытая, личная, она имеет форму. Вот эта форма нарушена, она стала дряблая, рыхлая. Когда ты рассказываешь о чём-то очень личном и много, выворачивая всё наизнанку, ты, конечно, о себе оставляешь определённое мнение. вот так определённое складывается от тебя мнение. Оно у всех может быть разное, но это мнение складывается. И рассказывая себе подробно, тебе постоянно необходимо защищаться. Защищаться от того, что ты сказал, от того, что ты переживал. вот ты рассказал о чувствах, которые ты переживал. И потом тебе надо эти чувства постоянно защищать эти свои чувства, оправдывать их, стараться их объяснять, если кто-то неправильно понял. То есть ты делаешь огромную нагрузку своему психологическому состоянию, ты сам себя тревожишь, ты сам себе делаешь эту дряблость, эту рыхлость, потому что рассказывая о своих переживаниях и чувствах очень глубоких и очень личных, ты кого-то отталкиваешь, кто-то в недопонимании, то есть всё это требует больших объяснений. и рассказывая подробности, ты топчешься на месте и когда ты топчешься на месте, ты сам погружаешься, 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 хотя ты делаешь это сам. Если бы ты только рассказывал о себе подробности, но в этих твоих эмоциональном твоём состоянии всегда кто-то присутствует, либо это твои дети, ты о них рассказываешь, ты жалуешься, или ты обсуждаешь, или ты видишь, винишь в чём-то, видишь, как это неправильно происходит, то есть ты рассказываешь ещё одну судьбу, ещё одну жизнь. Да, это твоего ребёнка, но это другая жизнь. Если ты рассказываешь о своих отношениях с мужчиной в прошлом или в настоящем, ты затрагиваешь тоже ещё одну жизнь, то есть идёт разрушение, и в этих рассказах личных, которые ты выворачиваешь наизнанку, присутствует какая-то доля ну, скажем, очень таким примитивным словом издевательства. Ты сам над собой издеваешься, позволяя кому-то от твоей ситуации душевной думать иначе. А всегда, когда ты рассказываешь, человек слышит всё по отношению к себе, если ты рассказываешь, что у тебя были плохие отношения с мамой, то, а если у другого человека были хорошие отношения, он думает, что ты обманываешь, ну, я уже не говорю даже грубое какое-то слово, что ты придумываешь, что ты вживая. если у тебя складывается всё хорошо в отношениях с мужчиной, а у другого человека нет такого опыта, у неё или у него всегда не очень заканчивалось, складывалось не очень, то человек думает, что ты придумываешь, что так не бывает, и тебе, открывая свою очень частную личную жизнь, постоянно нужно оправдываться, это самовред, сам себе вредишь. Если ты много доверяешь своего личного, своему другу или даже своим близким, ну, даже, может быть, и своим родителям, то впоследствии, когда происходит что-то у тебя, вспоминается именно то, о чём ты рассказывал. Если ты рассказывала, что у тебя неприятно, неприятности на работе, что тебя не ценят, что тебя не уважают, что к тебе плохо относятся на работе, и ты про работу очень много рассказывал, то когда происходит твоё увольнение, или ты прекращаешь там работать, то обязательно найдётся те, кто скажут, ну, тебя тоже на той работе не ценили, тебя тоже там не уважали, тебе тоже там было неудобно, так, конечно, это и здесь тебе некомфортно, потому что, ну, ты же рассказывала, у тебя там тоже так же было, то есть всё равно это поворачивая, опять тебе нужно оправдываться, опять тебе нужно защищаться, почему люди в подробностях рассказывают о себе, о своих детях, о своей жизни, о своей работе, о своих эмоциях, почему это происходит? потому что человек не чувствует поддержку в самом себе, это происходит от того, что ты сам себе не поддержка, потому что ты сам себе не опора, потому что ты сам себе не друг, поэтому тебе хочется делиться, рассказывать, и в большей степени рассказывать о тяжёлых неприятных моментах, а когда происходят счастливые моменты, в них никто не верит, конечно, самая большая и сильная поддержка это ты сам, на свете есть очень много разных тем, когда мы можем общаться со своими друзьями, и даже уже в старшем возрасте какие-то откровения даже с родителями, ну как-нибудь сделаю отдельное видео именно на откровения, которые бывают с родителями, и как они потом тоже могут обернуться тебе не очень хорошей вещью, присутствует очень родительский эгоизм, особенно в старшем возрасте, поэтому с какой стороны не посмотри, самый лучший друг, это ты сам себе, да, конечно, общаться с друзьями, находить темы для общения, обсуждать возможно фильмы какие-то, возможно какие-то новые направления, моды, новые направления в косметике, в медицине, в науке, посмотреть какую-то выставку, ну, обо всем что угодно, о природе, о цветах, о погоде, о том, что нарушается может быть какой-то погодный баланс, действительно где-то происходят какие-то изменения климатические, ну, все что хочешь можно обсуждать, но очень свое личное, очень свое самое сокровенное это такая форма энергии, которая имеет закрытую форму, и чем больше ты ее открываешь, тем ты туда запускаешь тряблость, рыхлость, вот даже знаете, почва, вот почва на земле, когда приходит весна, нужно ее разрыхлить, чтобы туда посадить, и чтобы потом что-то начало расти, то есть вот ты ее разрыхляешь, вот то же самое с твоей происходит энергия, когда ты ее разрыхляешь, эту структуру, когда она у тебя в форме, когда там есть форма, она держится, то это и есть твой стержень, это есть ты, как только что-то там разрыхлилось, каждый туда хочет что-то посадить, но хорошо, если кто-то посадил цветок, а кто-то если посадил туда лук, чеснок или камень просто сунул, так вот камушком положить вот здесь вот и в этой форме вот прям камнями ее всю засыпать, то есть конечно форма и энергия личного должна быть личной, закрытой, а как думаете вы у многих есть необходимость, многие те, кто не в ладу с самим собой, те, кто сам себе не друг, сам себе не опора, сам себе не поддержка, те очень много рассказывают в обсуждаемой форме и пускают в свою личную для того, чтобы там рыхлость вот эту сделали, дряблость этому всему придать, осторожно надо открывать свою душу до кофточки, а больше дальше ни за что, только себе самому, в деталях, в подробностях, о себе самому самому себе. Одна моя знакомая однажды в компании рассказала о себе о себе детство, в детстве одну деталь, которая потом к сожалению сыграла очень злую с ней шутку. Она рассказала, когда она была маленьким ребенком, она любила поэстетичней. Она любила ковыряться в носу и потом это все поедать. вот так рассказала от всей души, что было такое у нее в детстве и эта привычка долго оставалась за ней. Она не могла от нее избавиться. Вот так она рассказала и поделилась однажды в кругу своих знакомых. но в тот момент все посмеялись. Но этим самым откровением не поверите, она осталась в одиночестве. И даже когда она потом знакомилась с какими-то парнями, с мальчишками, с ребятами, с мужчинами. И если появлялась какая-то из бывших подруг, потихоньку всегда рассказывала и напоминала эту историю ей вслух при всех. А помнишь, как ты рассказывала? А сейчас за тобой не идет эта привычка? Ха-ха-ха! Вот таким образом, таким маленьким примером задумаешься, стоит ли рассказывать подробности личные о себе, о своих отношениях, о своих близких, о своем здоровье. даже, даже, ну, еще один пример расскажу. Тоже в кругу своих близких, подруг, в разговоре, в хорошем настроении, в отличной обстановке одна подружка рассказала девочкам своим, поделилась, что у нее часто бывают какие-то выделения. И она много ходила по врачам, спрашивала, и пришло это, привело это к тому, что ей только сказали, это потому, что ты нервничаешь на нервной почве. Так она рассказывала, что потом тоже сыграла не очень приятную с ней шутку. Она воспринималась вот такой немножечко как-то среди своего окружения, ну, такой, скажем, чуть-чуть отталкивались, но вот не хотели ее кофточку, если там прохладно было, и она говорила, вот, вы, возьми, накинь мою кофту, никто не хотел эту кофточку накинуть, кто-то даже с ее чашки не хотел, если она с этой чашечки пила, и так далее. Вот так подробность вылилась, где ей постоянно нужно было оправдываться, что сейчас у нее уже это нет, что это все прошло, это было гормонально, это было временное, это было то, это было все, она постоянно оправдывалась, защищалась, то есть эту рыхлость, почву, она постоянно хотела собрать, а она уже не собиралась, поэтому, конечно, подробности рассказывать о себе можно только самому себе, а вы как думаете? Я, конечно, не настаиваю ни на чем, не утверждаю, я просто с вами рассуждаю, а как думаете вы? И можете ли вы делиться с кем-то такими очень личными подробностями о самом себе? Пишите и мы с вами продолжим интересные поднимать темы. Обнимаю вас, жду от вас лайки, напоминаю вам, если вы забыли поставить. Спасибо! До встречи!